13 ноября Рано утром мы подъезжали к Луксору Это наш номер в отеле Нубия Оазис Хотель Луксор это древний город, который греки называли Фивы, египтяне Вассет, а арабы Эль Уксур В нем размещалась столица нового царства Фивы являлись религиозным центром всего Египта Где поклонялись могущественному богу Амону Ра Сегодня Луксор разделен Нилом на левую, мертвую часть и правую На которой расположился среди древних храмов современный арабский город От Луксора до Каира 650 километров Это набережная Корниш Увидели Луксорский храм Все его внутренности зримы с набережной Так что внутрь можно и не ходить Храм, посвященный богу Амону, богине Муд, матери Всевосущего И их сыну лунному божеству Хонсу Был построен в 16-12 веках до н.э. На месте древнего святилища Выстроенного еще царицей Хаджепсут Основное строительство велось при фараоне Аминхотепе III Он построил величный двор с колоннадой, гипостильный зал, вестибюль и святая святых В его времена размеры храма составлялись 190 на 55 метров Фараон Харимхеп возвел двойной ряд колонн, образующих проход между внешним двором и двором Аминхотепа III Затем Рамзес II добавил к храму еще ряд строений Перед главным пилоном были выставлены 6 колоссов Рамзеса II Сидящих два и четыре стоящих Композицию завершали два огромных обелиска из розового гранита, покрытых иерогольфами Прославлявшими фараона Высота каждого обелиска была 23 метра, вес 230 тонн А это знаменитый отель Winter Palace, в котором жила известная писательница Агата Кристи во время своего путешествия по Египту Мы едем по мосту на левый берег реки Нил В долину фараонов От реки до долины расстояние приблизительно 6 километров По пути мы посетили так называемые колоссы Мемнона Это две гигантские фигуры фараона Аминхотепа III Все, что осталось от находившегося здесь древнего храма Раньше скульптуры пели от дуновения ветра Но после реставрации, произведенной по приказу римского императора Септимия Севера 193-212 года н.э. пение, увы, прекратилось В долине фараонов насчитывается 63 гробницы, 26 из которых принадлежат правителям древних династий Включая Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и, конечно же, знаменитого на весь мир Тутанхамона Гробницу Тутанхамона обнаружил в 1922 году исследователь Картер Гробница оказалась нетронутой и полная золотых артефактов Все предметы из гробницы хранятся ныне в Каирском национальном музее Гробницы фараонов Внутри обильно расписаны иероглифами и множественными сценами на бытовую религиозную тематику Гробница Федерального ремеса 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Вместе с толками туристов из всех стран мира мы прошли 10 кругов вокруг статуи священного скоробей. По преданию считается, что такое круговращение гарантирует людям здоровье и богатство. Посреди зала высится величайший обелиск мира – 39-метровый гранитный монолит красного цвета в виде устремленной верх иглы. Этот памятник построен одной из самых колоритных цариц в истории Египта Хатшуксу, правившей приблизительно в 1500 году до н.э. Уверен, уверен. А ты уверен? Да? Точно? Предание гласит, что двое влюбленных, вставшимися между этими двумя столбами, останутся вместе вечно. В ночное время бульсовский храм подсвечен красноватыми фонарями и выглядит, как инопланетное сооружение. Напоследок мы прогулялись по ночному луксору, а утром нас ждала дорога дальше на юг Египта – Весуан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok